здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня все наше внимание в этой программе делено вопросам по ежемесячной выплате на ребенка от 3 до 7 лет включительно звучит это конечно практически как строчки в законе но мы попытаемся их максимально расшифровать а поможет нам в этом заведующий отделом по делам семьи и детей люберецкого кружного управления социальной защиты населения наталья львовна пирогова здравствуйте наталью здравствуйте ну во-первых всех нас можно поздравить такие выплаты существуют ну да и приятно слышать что вот кто за первого ребенка за второго и вот это количество выплат и вроде как увеличивается число там глядишь может до 20 лет когда-нибудь будут платить что в наше бы молодое время наверно нам помогло но если говорить серьезно то конечно это самый такой наверно важный возраст до 3-7 когда мама папа работа проблемы дела есть необходимость той самой социальной защиты о которой говорится и собственно говоря вы этим занимаетесь давайте мы попробуем сразу на конкретные вопросы которые по разным каналам поступают и к нам на телевидении любые другие средства масс информации и просто люди вроде бы чет слышали прийти к вам может быть то ли стесняются то ли пока не надумали и чет так земля слухами помнится и не в курсе как на самом деле все это работает сначала давайте начнем что с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения вы давайте с них и начнем что это за изменения значит 1 апреля владимир владимирович путин подписал новый закон о назначении и перерасчете ежемесячно денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет значит кому она ну во первых полагается кто может за ней обратиться это гражданин российской федерации имеющий место жительства на территории московской области у нас конкретно подмосковье и дети на которых пособие это положено тоже должны быть постоянными жителями подмосковье то есть как бы зарегистрированы здесь на место жительства это обязательное условие и данная выплата назначается по расчету среднедушевого дохода семьи на данный момент это 13 тысяч пятьсот восемьдесят рублей в месяц нет с прожиточный уровень по которому идет расчет данной выплаты составляет тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей так хорошо как как это выплата происходит в какое время значит обратиться на эту выплату на перерасчет могут с 1 апреля 2021 года подов документы то есть это заявление на портале государственных услуг через свой личный кабинет для этого у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись правильно понимаю что это вообще получается на удаленке можно сделать ну конечно и в том же варианте можно и через мобильный телефон то есть если у кого-то есть загружены госуслуги телефоне приложение тоже можно выбрав на госуслугах назначения выплаты от 3 до 7 лет заполнить заявление это заявление поступит на обработку то есть к вам приходить не нужно ли обрезать можно прийти пока пандемийная наша установка не до конца этого и делается что меньше у нас период но при этом человеку хочется очень сильно прийти лично нет лично он придет консультацию получит но заявление подается через портал помочь его сделать у нас в управлении мы сможем понятно давайте поговорим о детях и о количестве сейчас мы говорим вы говорите о среднедушевом то есть но например если это мама папа и один ребенок это выплата 1 если мама папа и три ребенка одному 3 другому 5 а четвертому а третьему 7 то это другая уже история да значит заявление подается одно так вот там указывается в заявлении все дети возрастного периода от 3 до 7 лет и если выплата полагается то она будет назначена на всех детей на возрастного периода то есть если в семье два и более детей которым от 3 до 7 лет то назначение будет происходить на всех детей как эти выплаты происходят то есть вот мы все оформили все приготовили и как как получают эти значит ну во первых изменения до коснулись того что размер выплат теперь разный то есть заявление подается в одном формате а выплаты у нас имеют три размера но это зависит вот от дохода семьи от родителей то есть родители должны предоставить справку с места работы это помимо вся информация загружается учреждениями организациями отвечающими за представление доходов то есть это федеральная налоговая служба пенсионный фонд и так далее поэтому все доходы у родителей если они работают мы увидим в электронном виде а предоставление документов не обязательно вот тогда возникает вопрос но сейчас такой отличемся от буквы закона хотя вроде как тут никуда не денешься но все равно получается что если мама с папой хорошо работают но мы сможем посмотреть такой вариант но я имею ввиду получает хорошую заработную плату то тогда вот этот вот на выплата она меньше чем у семьи где те же два родителя того же возраста и один ребенок но возьмем что проще было считать и мама например не работает а папа очень мало денег получает тогда у них получается больше значит рассчитывается совокупный доход семьи берутся доходы мамы если таковые у ребенка есть и папы и в доход берется еще и пенсии в доход берется меры соцподдержки компенсации субсидии так далее берется совокупный доход и просчитывается по прожиточному минимуму московской области о котором я уже говорила сегодня он составляет 13 тысяч пятьсот восемьдесят рублей если прожиточный минимум семьи меньше то назначается пособие в трех размерах значит если при учете получения данной меры соцподдержки и прожиточного минимума в совокупного семьи она превышает не превышает 75 процентов то такая выплата будет составлять десять тысяч сто сорок пять рублей 25 копеек даже 25 копеек тогда значит при прожиточном минимуме составляющим с получением этой выплаты меньше чем прожиточные минимум 13 580 то сто процентов это будет выплата составлять 13 тысяч пятьсот тридцать один куполь и если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума 13 580 данная выплата составляет 50 процентов это 6765 рублей 50 копеек хорошо теперь поговорим о семилетних детишках я всегда эта фраза волновала когда знаете в поликлинике еще в доковидное время спрашивали сколько вам полных лет и ты так начинаешь мысленно вращать том что такое полных лет это сколько время вот тебе исполнилось только если например у ребенка день рождения не знаю там 1 августа то есть 8 лет ему исполняется ну предположим да когда последний срок оформления значит выплата подачи заявления в этом году может быть до 31 декабря 21 года на перерасчет то есть даже если уже в 8 лет исполнилось то пересчитается ему период только с января 2021 года по исполнению ребенка 8 лет понятно хорошо все-таки вернемся к справкам которые говорят о доходе до все эти инстанции которых вы говорили пенсии так далее и тому подобное как это значит заполняется в соответствии с действующим законодательством берется расчетный период он определен то есть это за 4 месяца моменту обращения период 12 месяцев поэтому это в программе все заложено и эти сведения о доходах за этот расчетный период поступают для того чтобы это заявление было обработано еще такой вопрос то есть все ли эти документы действительно вы увидите потому что но раньше я помню да какие-то справки с работы доходе еще что-то нет вот именно эта услуга ориентирована на то чтобы родители не предоставляли никакие документы но они не нервничали да но они должны правильно заполнить заявление вот это такой важный момент а вы сказали что вы можете помочь в этом плане очно но наверняка может быть есть какая-то инструкция где можно посмотреть в интернете как это заполняется ну как и все другие заявления на любые меры соцподдержки есть поля обязательного заполнения надо внимательно прочитать и за да и заполнить это заявление а если возникнет вопрос им лучшего например по работе до или по каким-то там пенсионным история им нужно позвонить в эти организации что-то уточнить или запрос сделать к нет первично они просто подает заявление если все-таки какие-то вопросы возникают вас уже конкретном случае да мы обязательно связываемся с заявителем это один момент другой у них в личном кабинете по мере обработки заявления поступает конкретная информация то есть через пять дней заявление отрабатывается если кому-то что-то необходимо будет предоставить именно документально то у них поступает в личный кабинет приглашение что вам необходимо подойти в управление предоставить следующие документы которые часто так приходится делать ну я бы не сказала на весь уже более-менее мы перешли на без контакта до спорта еще такой вопрос отдельно мама отдельно папа когда есть только кто-то один это как-то влияет на ситуацию да вот опять же с 1 апреля 2021 года при заполнении заявления о чем я сказала уже ранее что необходимо заполнить все обязательные поля сталкиваемся в процессе работы еще с тем что иногда люди просто ошибаются при заполнении поэтому убедительная просьба ко всем заявителям чтобы они заполняли данные непосредственно по документам вот все что есть документе как должно быть перенесено в их не заявление и если у них в составе семьи есть дети до 23 лет но они обучаются в высшем учебном заведении в среднего профессионального образования или в школе то они обязательно должны поставить напротив этих не забыть про них до галочки тоже влияет на они что то есть и тогда будет необходимо подойти документы поднести а их стипендии если они учатся очно на бюджетной основе или неполучение стипендии что берется тоже в доход то есть грубо говоря если стипендия то это как бы хуже для выплаты если без стипендии а платят платят за обучение то это вроде как лучше для выплаты правильно я понимаю нет но она просто берется в доход поэтому если совокупный доход у родителей маленький то уж и стипендии которые сейчас платят я не думаю что они сыграет я с точки зрения заказа еще такой вопрос если нет родителей а есть бабушки и дедушки дали какие мы берем состав семьи только родителей только родители и детей все понятно супругов хороисе не назначены как это называется опекунами нет на опекуны это другая они по другой другой хорошо еще такой вопрос если например я уж разные хрят и простите рассматриваю первый ребенок три года один был муж а второй ребенок второй муж при заполнении заявлений опять же все родители указывают все что у них в семье и по каким детям все эти документы опять же подливаются из единого реестра загс из единого реестра мвд едим по прописки я имею ввиду поэтому всю эту информацию к нам поступает в электронном виде хорошо сделаем сейчас небольшую паузу напомню что у нас в гостях заведующий отделом по делам семьи и детей люберецкого кружного управления социальной защиты населения наталья львовна пирогова через некоторое время вернемся и продолжим мы продолжаем программу открытый диалог напомню что сегодня у нас гостях заведующий отделом по делам семьи детей люберецкого окружного управления социальной защиты населения речь у нас идет о ежемесячной денежной выплате на ребенка 3 до 7 лет включительно мы рассмотрели в первой части много всяких всяческих аспектов но все-таки еще коснемся этой истории а если ребенку например два года там и когда надо подавать первое заявление вот уже подходит к трем лига только по исполнении ребенка трех лет исполнилось 1 января не будем брать там 1 ма тоже не будет 2 июня идем подаем 1 исполнилось 2 июня идем подаем хорошо и опять же мы можем тут же что поразительно некоторые родители наверное в очередь выстраиваются чтобы вам заявление написать а некоторые как-то об этом вспоминают чуть позже опять же если 1 июня ребенку исполнилось три года то до конца года они могут оформить на него да это заявление ну да пока законодательством это возможность такая есть понятно и правильно я понимаю что это заявление нужно продлевать или так она и будет от 3 до 7 лет одно заявление значит ну вот хороший вопрос пособие назначается на 12 месяцев с датой обращения и ежегодно переоформляется до достижения ребенка исполнение 8 лет но логика в этом есть потому что про поменялась работа поменялись доходы но она законодательством предусмотрена расчет доходов за 12 месяцев и назначается на 12 месяцев при последующем обращении будет браться следующий период предоставления доходов хорошо все таки заявление на на подают многие правильно ли опять же я понимаю что если ребенку от 3 до 7 лет в любом случае какие-то деньги он получит или мол может быть какой-то отказ нет если будет превышение доходов так это то есть миллион рублей один вариант отказа а то есть такой вариант возможно это не все именно по расчету совокупного дохода семьи назначается выплата но мы не будем рассуждать справедливо это не справедливо мой вопрос да ну просто наверное скорее всего родители на на и не будут подавать которыми они будут тратить на это время заявление может каждая семья в на вопросе назначения идет уже по той информации которую мы видим хорошо тогда такой вопрос а кто принимает решение это какая-то комиссия или к нет но это же в программу математического информации по которой идет проверка не просто так это кто кто-то там нет конечно как ранее субъективное мнение субъективно объективно отлично хорошо следующий вопрос статус заявления мы узнаем опять же с помощью электронных методов то есть о любом передвижении заявление по его обработке любые статусы поступают заявителю в личный кабинет и о принятом решении в том числе но если все-таки долго не поступают у наверно лучше куда-то перезвонить на рассмотрение дается 30 дней есть регламентные сроки опять же прописаны поэтому мы отойти от них не можем и заявление все обрабатывают в соответствии с регламентными сроками очередь большая вообще сейчас подачи документов много и нет ну как таковой очереди нет у каждого есть доступ личный кабинет он ни от какой очереди не зависит он ищет возможности подачи заявления тогда когда он это смогу я имею ввиду раз вот например там не знал условно на одной неделе решили подать 100 заявлений 100 человек написали вам заявление как вы и все они идут сначала автоматическая обработка на портале а потом мы я имею ввиду какой-то там человеческий фактор все-таки остается например принято 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 все понятно а тут какой-то вопрос возникает надо внимательно рассмотреть ним не машина рассматривают специалисты естественно управление они сидят и рассматривают но по той информации которая поступила никто руками ничего туда не вносит давайте еще раз да сформулируем самое важное на что необходимо обратить внимание до при подаче заявления самого начала где мы его можем найти и тогда значит первое заявление подается одним из родителей или законным представителям на портале государственных услуг решение принимается от нескольких критериев первое это доходы семьи совокупный доход который рассчитывается по прожиточному минимуму это в этом году вот с изменениями с 1 апреля идет имущественная сверка то есть помимо доходов родителей еще идет машина куда наличие жилых помещений зданий земельных участков домов транспортных средств и все это в совокупе мы видим и в законодательством определено предельные критерии по которым можно назначить пособие поэтому если эта семья проходит то ей назначается пособие в трех размерах опять же 50 процентов 75 и 100 то есть все зависит от ситуация скажет каждой семьи хорошо еще такой один маленький вопрос значит все-таки вы советуете пользоваться услугами там госуслугами приложениями или прям интернете делать как все таки лучше или это все примерно одинаково раме это все подается через портал и никак иначе хорошо если например во время подачи документов мы можем уже рассмотреть разного ряда тем более 30 дней но всякие варианты кто-то умер кто-то разошелся вдруг изменился статус вот буквально за мы работали заявление отдачи от даты его обращения то есть вот она подана сегодня вторым июля 2021 года вот и мы будем эту семью рассматривать а то есть ситуации которые поданы заявление от 2 0 а если 2 августа ситуация изменилась они как-то мог обо всех своих изменениях и ситуациях которые происходят семье заявитель обязан сообщать есть там будет действительно сложно потом как-то пересчет будет какой-то так и ну дальше будем дальше смотреть дальше смотреть хорошо давайте поговорим еще об одной части на на приятной для родителей потому что сейчас годы уже к сожалению не год а годы такие сложные по полу пандемийные пандемийные так далее тем не менее лето на дворе и слова кэшбэк мы слышим не только в магазине и она уже не совсем иностранная для нас а это уже как-то связано с поездками по стране кстати с отпуском ну и конечно же это путевки в лагеря то чем занимаетесь вы конкретно путевки лагеря в подмосковье вот вообще работает сегодня это значит оздоровительная компания в подмосковье и детей подмосковье идет сейчас полным ходом то есть дети работа отправляются да и в подмосковные лагеря отдыхают там 21 день и на черноморской побережье отправляется но категория семей находящихся в трудной жизненной ситуации семьи многодетные имеют право приобрести самостоятельную путевку получить техническую компенсацию владимир владимирович путин в период от пандемии объявила кэшбэке с 25 мая для детей по вопрос оздоровления детей именно в лагерях но в московской области пошли еще и на то что все граждане приобретающие путевки при вернее купившие путевки до 25 мая тоже имеет право обратиться до за кэшбэком ну а к размере 20 тысяч рублей 20 тысяч но 50 процентов но не более этой суммы как это работает расскажите значит заявление подается на портале государственных услуг там прикладывается документ это договор это путевка это документ подтверждающий оплату и документ о том что ребенок там находился подать заявление можно только после оказания туристической услуги ну проще сказать только после того как ребенок отдохнул а по его я прошу прощения это делается для того чтобы некоторые пытаются как будто бы он отдохнул и получить денег не ну просто период потом я опять же ребенок может и заболеть понял так то есть ребенок вернулся и отцы по мы подаем пытаемся вернуть какую-то часть денег определено опять же 50 процентов но не более 20 тысяч рублей значит условия лагерь подмосковье должен быть в программе лояльности и карта мир платежной системы мир тоже должна быть зарегистрирована в этой системе лояльности значит обратиться может не только родитель законный представитель но этот гражданин который купил путевку то есть договоре он должен звучать и в оплате то есть его карта мир как бы и вновь и данные тогда значит заявление можно подать с 15 июня по 20 октября вот так далеко до 20 но период нахождения вот то есть получение этой туристической услуги по отдыху и оздоровление это с 10 мая до 20 сентября ну да то есть такой большой летний период еще такой вопрос под подана заявление то есть ребенок приехал заявление подали например на следующий день все таки следующий день они не могут подать только после того как ребенок отдохнул так я говорю после того как вернулся ребенок подают заявление когда ждать денег cashback течение пяти дней в течение пяти дней автоматически они должны попасть хорошо значит какие документы необходимы еще раз давать в дарил да и значит договор с лагерем до документ об оплате и документ подтверждающий получение туристической услуги ребенка то есть это или корешок от путевки или ваучер который тоже в сканы прикладывается ну и вот тут возникает тоже такой вопрос все-таки это сумма где-то наверно не очень большие суммы где-то большие понятно но оно определено что 50 процентов но не более 20 я имею ввиду вы работаете в данном случае вместе с системами как как это вообще работа происходит куда от вас эти документы уходят или вы просто нет направление поступает заявление мы его отрабатываем если все документы которые необходимы перечислены приложены они соответствуют то принимается решение о назначении и все и автоматически из этой системы формируется и отправляется как влаченовка разно хорошо а вот вы сказали система лояльности значит у нас есть лагеря который находится системе лаиса есть который не на но это уже лагеря они должны быть в этом как говорится едином реестр нас многое с лагерей работает просто я так понимаю что на территории городского округа люберцы у нас нет лагерей так это где-то но в московскове очень много лагерей очень просто я думал что раз у нас такая ситуация то наверно все лагеря должны работать в этой системе но оказывается на все ну наверно к этому стремятся надеемся на то что все должны хорошо у нас остается одна минута давайте подведем некий итог то есть на сегодняшний день возможность поучаствовать или стать участником вот этих социальных программ есть у многих людей и главное чтобы они нас услышали да поняли может быть еще раз программу пересмотрели до в записи как все это происходит в чем главные ошибки наших пользователей которые неправильное заполнение документов не вовремя ну наверное да с периодами и с тем что заполнение всех заявлений должно быть обязательным с теми условиями которых прописаны чтобы получить в результате какие-то денежные выплаты то есть надо быть внимательными в том случае надо быть внимательными в том случае если происходят какие-то недоразумения ты в любом случае не получив какую-то услугу если заявитель с этим не согласен он может к нам обратиться и уже консультативно придя к нам на прием предварительной записи мы можем с ним обсудить любой вопрос вот так нам сказала наталья львовна пирогова очень спокойно сказала да что приятно говорит о том что все под контролем заведующий отделом по делам семьи детей ливерецкого окружного управления социальной защиты населения мы говорили сегодня о том как работает система ежемесячных ежемесячные денежные выплаты на ребенка 3 до 7 лет и поговорили немножко о кэшбэке время летние дети отдыхают поэтому у вас есть возможность максимально до сократить свои расходы что конечно немаловажно и естественно помнить что дети ваши тоже нуждаются в помощи и обратите обращайтесь это действительно может вам помочь самый неожиданный момент спасибо вам большого доброго всем здоровья всем здоровья за вашу работу ну и напомню что это была программа открытый диалог всего доброго до свидания